Концентрации в клетке управляются ферментами. Если фермент включен, данный тип реакции ускоряется в сотни тысяч, в миллионы раз. То есть, пока фермент не работает, впоследствии этой реакции могут серьезно повлиять на клетку. Нет, слишком мало концентрации еще есть. А когда фермент начинает работать? Да, вот тогда это полноценное участие в системе реакции, которое будет называться обменным веществом. Так что все сводится к одной простой штуке. Помните модель кастрюли? Что достаточно сделать, чтобы кастрюля побежала, захрюкала, стала искать подруги? А это значит, в определенной точке кастрюля и в определенное время активировать определенный фермент. Если вам это удается, все. Вы создали живую систему, систему, которая обладает всеми свойствами живого. А реально такой фермент существует? Так, он один? Ну, ферменты. Скажите, пожалуйста, а в вашем теле, в моем теле, допустим, ферменты что, нереально существуют? Да. Он просто говорит, что его можно делать живым, а это реально можно и живым делать или не получится? Ага. В ближайшие годы будут созданы первые синтетические живые существа. Сейчас первые попытки есть уже. Но, в общем-то, для полноценных живых существ, со всеми особенностями живого, то, что сейчас получается, еще не дотягивает. Но, исходя из развития биологической науки... Скоро на уровне. Не может быть, а будет наверняка. Вот с точки зрения развития разных наук. Первая половина XX века. Это триумф какой науки? Биологии. Ну, там, физики. Физики. Диканский результат. Сверхгодное развитие. Которое постепенно начинает тормозиться ко второй половине XX века. И эстафету принимает какая-то? Биология. Биология. Во второй половине, особенно в третьей, третье XX века, биология начинает развиваться немедленно. Формируются новые методы, основанные на новых технологиях. Ну, и XXI век, во всяком случае, первая половина XXI века, конечно, будет временем триумфа биологии. Хорошо. А для обычного человека какое это будет иметь значение? Ну, это не биолог, не учёный. Для не очень любознательных людей, для которых там вся эта наука, все эти яйцеголовые проблемы, они где-то за горизонтом. Есть такие дурачки, которые зачем-то что-то делают. Там распиливают гранты, ещё что-то делают, воруют деньги у честных обывателей на свои непонятные интересы. Вот для большинства людей какое значение будет иметь открытие достижения, которое в ближайшие десятилетия произойдёт? Нет, питательная пища, мост, лукс, 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 лукс. Питательная пища – это класс. Володь, скажите, пожалуйста, чем вас не устраивает? Та пища, которую наши предки миллионы лет вели. Мы с ней сейчас. Новые организмы создаются. Да, ребят, создание новых организмов, да, дело не с горами. Попарат для колонии, всё равно в потоке. Намного проще. Здоровье. Медицинное. Здоровье. Медицинное. Абсолютно новые методы лечения уже известных упражнений. Абсолютно новые методы, инициация, причём управляемая, инициация иммунитета, то есть собственные защитные программы. Абсолютно новое отношение к процессам старения. Вообще-то, представим себе, что кто-то пришёл, как я не знаю, великий учёный с планеты Пунгу-Юмгу. И вот в данный момент подарил человечеству возможность жить до 200 лет. Это будет дар, или это будет тяжелейшее наказание? Тяжелейшее наказание. Разумеется. Только безумец сейчас может пожелать жить до 200 лет. По какой причине? Старея в общем-то будет. На ваших глазах, вероятно, никогда, ну, хотя бы настолько юные люди, что это по идее не могло быть, никогда ни один человек пока ещё не старел. и видеть, как вполне полноценная, умная, активная превращается в пародию на самих себя, которые совершенно ничего не могут. Это одна из самых тяжёлых картинок на свете. Лишние 100 лет, проведённые в таком состоянии, это тяжелейшее наказание, это адовное мнение. Нет, речь у нас идёт по-другому. Продление жизни не за счёт продления старости, а за счёт продления какого? Могность продлевать достаточно идиотское занятие. Дельство. Тем более, ребята, у всех этих этапов есть свои строго понятные биологические роли. Да, зрелость, конечно. Зрелость, первую половину зрелости. Когда человек и физически, и психически, и социально вошёл в расцвет, наилучшее, самое сильное время в течение всей жизни, именно этот этап имеет в смысле что-то удлинять, то, конечно, это такое. А почему не детство? Вы, дайте определение детства. Ну, детство, это когда-то только начинает учиться. А, да, а детство есть только у людей? У животных. У животных, отлично. У животных. Берём кузнечика. Детство, это когда организм готовится к статусу, чтобы не колдеть. Только разглядывается к взрослой жизни. Что? Непонятно. Непонятно. В чём заключается подготовка? Развивание половых и других клеток. О, классно. Отлично. То есть, стоит разжить половую клетку, и ты уже взрослый. Это я, разъеду, при котором половая система не раз. Да, нет, ну вот, примерно об этом речь идёт. Если уже разжились половые клетки, значит, это уже нет, это период заготовки человека. Не только человек, любого человека. В ходе этого заготовочного периода у нас не будет с вами возможности от курса другого. Поговорить о науках о поведении животных. Для нашей с вами линии развития для приманков, да и не только для нас. детство это совершенно с поведенческой точки зрения определенный этап. Своими задачками, своими плюсами, минусами, проблемами и так далее. И детство абсолютно закономерно сменяется тем этапом, на котором вы сейчас все. У вас детство, биологическое детство, у всех здесь присутствующее. Либо завершилось, либо завершается. на другом детстве уже. Подростковое. Подросток и ребенок это два абсолютно разных состояния. У них абсолютно разные особенности, абсолютно разные задачи и так далее. Подростковый этап дальше будет меняться юностью, а юность будет меняться зрелостью. Это все не просто слова. У всех этих слов есть строго определенные значения, строго определенные Хорошо. Вы бы хотели всю жизнь провести в возрасте 2,5 года. А почему нет? Это же детство, все чудесно. Ну давайте на 200 лет растянем ваши 2,5 года. А в 6 лет чем лучше, чем 2,5? А как? В 6 лет я уже много умею. Скажите, пожалуйста, а в 20 лет вы будете уметь столько, сколько сейчас или больше? Больше. Какой период имеет смысл растягивать? 16,5. 16 это классно. Есть огромное количество барышек, к сожалению, в 21 веке юноши тоже, которым желательно застыть где-то между 14 и 16. Потому что ничего важного дальше у них в жизни происходить не будет. Все, они доехали до этой дочке, сказали, что это наша конечная станция, и дальше мы не растем. Ну, можно, конечно, и так планировать в своей жизни. Лучше 30 лет. Лучше 20 лет. Вы понимаете, что вы отреживали для себя 4,5 того, что все остальные люди иметь будут. Надо немного десла поедать, немного салата. Ваше след поможет. Ваше, нельзя сделать салат из помидоров в шестеренке. То есть сделать его можно, но потребитель этого салата столкнется с рядом с проблемой. Нельзя быть немножко беременным. Это понятно? Либо так, либо так. Смешивать не будет. Спасибо.